Всем привет! Меня зовут Гуля и вы на моем канале о вязании спицами и крючком. И сегодня среда, 3 темата и я продолжаю съемку своей недели стартов с весенней и летней тематикой. Хотя все-таки больше с весенней, чем с летней. Я думаю, что вещи будут носиться больше весной. По крайней мере, надеюсь, что летом они мне не пригодятся. Лето будет теплое и жаркое. И сегодня я начинаю вязать вот это вот пратье. Обязательно фотографию ставлю. Пратье от дизайнера Пэм Аллен. На самом деле я еще ни разу ничего не вязала от этого дизайнера. Это будет первое изделие от нее. И это описание лежит у меня уже давно. Я его купила. Мне оно сначала очень сильно понравилось, это пратье. Я на этих вот эмоциях сразу же купила, думала, буду вязать. В итоге не ноша пряжу для него не было в достаточном количестве. Не было подходящего свойства, да, чтобы было такое легкое, воздушное. И забыла на какое-то время. И, ну, все равно где-то в горове, видимо, у меня это было. И вот у меня появилась наконец-то пряжа. И цвет, и все совпало. И как раз на весну идеально будет пратье. И вообще само по себе мне это пратье очень нравится. Оно женственное, романтичное такое. Я люблю такие вещи, они мне подходят. И для моего образа жизни, в принципе, тоже подходят. Несмотря на то, что все-таки есть и дети, и там площадки, и работы, и все остальное никто не отменял. Но я думаю, что я найду место, время для того, чтобы носить подобное пратье. Не обязательно же вязать только те вещи, которые будут, как, например, вот этот свитер, да, который я ношу, ношу, ношу и ношу. И он очень простой, лицевая грань, ничего такого нет, никакой изюминки на самом деле. Он просто теплый, комфортный и легко со всем сочетается. Вот. Иногда можно связать что-то такое, необычное, с изюминкой. Поэтому я хочу вот это пратье попробовать хотя бы начать, потому что вяжется... Я описание еще полностью не читала, но вяжется, мне кажется, оно не легко, по крайней мере. Вначале автор говорит о том, что да, пратье нелегко вяжется, но вы справитесь, и результат тебя сам вознаградит. То ли это обращение к новичкам, то ли это действительно очень сложная пратье. По крайней мере, то, что я пока прочитала, там нет слишком сложного ничего, но все-таки придется немножко подумать. Вяжется пратье от талии вверх, а потом вяжется юбка. На самом деле идеальный вариант, если не знаешь, какой длины хочешь пратье, можно примерить по ходу и уже решать от этого. И также, если количество пряжи неизвестно, то есть оно известно, но ты не знаешь, не можешь точно сказать, на какую длину хватит данного количества пряжи. Вот, поэтому, я думаю, для тех будет очень это интересно. И вязать я буду из полухлопка. Это хлопок с акрилом. Да, такая вот зеленая-зеленая очень яркая ниточка. Она у меня уже смотана в несколько сражений, потому что тонкая нитка и вязать от нескольких крыбков, ну, это просто издевательство, носить все это подробно за собой. Это, кстати, минус бобильной пряжи, что когда много крыбков, носить неудобно. Но, с другой стороны, вот так вот перемотал, хотя могут быть, конечно, провисы, если как-то это неправильно все это намотал. Вот, такая вот пряжа. Очень она легкая, ну, потому что это все-таки полухлопок с акрилом тут, да, смесовка, и не будет тяжелой, поэтому легкая такая на вид. Хотя и так легкая. Я надеюсь, что для этого пратье все-таки подойдет идеально, потому что пратье должно быть такое легкое, воздушное и не тяжелое, чтобы вот эта юбка, ну, видно в фотографии, там, что она широкая и, скорее всего, будет тяжелая. Хотя расход у автора заявлен на все пратье, на самый маленький размер 450 грамм. И, ну, там альпака в составе, естественно, альпака легкая, поэтому, ну, посмотрим. У меня на самом деле больше, чем 450 грамм. Так что буду вязать, и уже увидим дальше, что будет получаться. Спицы, кстати, там большие, 3,75 и 4,5, и я думаю, что процесс будет идти быстро, по крайней мере, на это очень надеюсь. Все, все, что хотела, наверное, вам рассказать для начала. И пойду вязать это пратье. Что имеем на сегодняшний день по моему третьему процессу? Итак, не знаю, вам видно, нет? Вот видно, да? Вот такой вот узор я вяжу от талии вверх, потом там будут плечи сшиваться, все остальное. Ну, естественно, разделение. Тут все вместе вяжется по кругу, тут и перед, и спинка. Все смотрится очень такое маленькое, но потому что я всегда вяжу на маленьких, на маленькой леске. Мне так нравится, мне так удобнее, быстрее получается. Огромное количество маркеров. Это маркер начало ряда. Это правильный боковой маркер. И тут куча всего. На самом деле вязать действительно оказалось очень тяжело. Все-таки не зря так мало проектов на лавроли, поэтому прачу, потому что действительно вязать тяжело. Но просто нужно, скажем так, в расцабленном таком состоянии, когда ты уставший и начинаешь делать ошибки в любом месте, все остальное, это, конечно, не повязать. Это вязать однозначно. Только сосредоточенно, следя за схемой, что тут делаешь. Тут по факту три разных схемы. И самое тяжелое, что ряды в этих схемах не совпадают. К примеру, ты вяжешь третий ряд схемы номер один, и первый ряд схемы номер два, и четвертый ряд схемы номер три. То есть вот эти три схемы, они идут друг за другом, и ты вот постоянно за ними следишь. И самое, наверное, неудобное, что они все друг от друга далеко. То есть я вот так вот ображалась этими листочками, и вяжу каждый ряд схемы, и в каждой схеме это другой ряд номера. И, конечно, в этом плане никто еще удовольствует, представляете? Но я себя успокаиваю, что это только верх, что рукава, и низ будет вязать легко, это будет лицевая грасть, и в какой-то степени, да, видите, это очень сказалось на моей продуктивности, ну, связано здесь около 15 или 16 рядов, ну, совсем немножко, хотя мне очень нравится, что получается. Очень фактурная ниточка сама по себе, она объемная, и не тяжелая. В принципе, и то, что я хотела, то, что мне было нужно. Еще минус, что нет никаких обозначений в схеме, поэтому, хотя, хотя есть описание каждого ряда, то есть, в принципе, описание составлено и для тех, кто может читать схемы, и для тех, кто не умеет читать схемы, там описание каждого, вот буквально каждого рядочка, что, конечно, не может не радовать, это очень, я считаю, хорошо. И такие вот у меня сейчас, такой у меня сейчас результат, ну, будет вязаться медленно вот эта часть, это потом легко будет гнать вот эту лицевую гать, и не... тут у меня в шесть ниточек вяжется на спицах четверочка, вяжу по описанию. Нравится, что получается, естественно, хочется побыстрее готового, конечного какого-то результата, но я не думаю, что это будет быстрая работа, именно потому, что все-таки тяжеловато, вот эти разные ряды даются тяжело. Еще там в описании нужно было набрать петли просто способом длинных хвостов, вот обыкновенной, да, на самом деле, которую мы все набирали, ну, меня так учили, по крайней мере, в детстве набирать, сейчас я уже давно так не использую этот способ набирания петель, но я решила так вниз от талии будет идти юбка, я подумала, что я все-таки наберу, сделаю открытый наборный ряд, у меня тут цепочка из воздушных петель, и по ним я уже провязала ту ниточку, из которой буду вязать. Вот. Все, все, на самом деле, вот такие вот мои дела, вот такой мой третий процесс. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока.